Рассказываю про разницу Америки и России. Налоги, медицина и так далее. Налоги в Америке гораздо лучше, и мне они в разы больше нравятся. Здесь налоговая шкала прогрессивная. Объясняю, что это. То есть богатые платят больше, бедные платят меньше. А в России, насколько я знаю, все наоборот. Бедные платят столько же, сколько и более-менее обеспеченные, а богатых в России от налогов, как правило, освобождают. Потому что олигархи в России, как правило, пострадавшие вечно от чего-то. В США, если вы бедный, вы платите налогов очень мало. Иногда вам налоговая даже доплачивая. А если вы богатый, вы платите налогов больше. Это называется прогрессивная шкала налогообложения. И налоги в Америке мне нравятся гораздо больше. Следующая это страховка. Если вы в Америке бедный, она вам будет бесплатна. И она будет покрывать гораздо больше, чем полис ОМС в России. Она в разы лучше. Даже ни в какое сравнение не идет. Но она бесплатна не просто так, она идет за счет денег налогоплательщиков. Потому что вообще ничего в мире бесплатного не существует. Кто-то за все это платит. В Америке живут дольше, чем в России. Не просто так. Помимо более качественного питания, более хорошей экологии, здесь еще и медицина гораздо лучше. И огромная разница с Россией в том, что в России сначала надо заплатить, потом вас будут лечить. Поэтому в России собирают СМС-ками на лечение в той же Америке. А в США сначала вылечат, потом уже будут думать, что делать с деньгами, если ваша страховка вдруг не покрыла, и вам долги не списали. Хотя в каждом госпитале есть комиссия, которая решает, можете заплатить или нет. Стоит ли вам долги списать. Если вам их не списали, у вас страховка не покрыла, то вы можете 30 лет платить за эти долги. И то, там говорят, тоже есть опции. Но об этом будет думать живой человек, которого вылечили. Пока в России собирают СМС-ки. Про детей особо ничего не скажу, потому что у меня детей нет, и я их не хочу. Я знаю единственное, в Америке детей заводят тогда, когда люди к этому готовы. И финансово, и морально, и материально. Здесь ради материнского капитала не рожают. Но у кучи знакомых здесь есть дети. Что-то в России вообще не стремятся. Вы, говорят, сами в России живете. У меня есть знакомые риэлторы в России. Так вот, они рассказывают, как много в России рожают ради материнских. И ради материнского капитала. Это просто не описать. Сейчас Наташа, она пишет про свою подругу в Америке, у которой какая-то история со страховками. Про которую подруга толком и не рассказывает. Наташу я помню, но я не эксперт по страховкам в США. Я рассказываю только свой опыт, своей жизни. Наталья живет в Америке. Она у меня в друзьях уже давненько. И у Натальи есть подруги на все случаи жизни. Помните, раньше была передача с Инфисой Чеховой, у которой тоже были подруги на все случаи жизни. Мне иногда кажется, что если я скажу, что никто не живет в сугробе с сусликом, у Наташи найдется подруга, которая... Вася, ты не прав. Есть у меня такая знакомая, которая переехала в сугроб с сусликом. Вот я не удивлюсь. Наташ, есть такая? В общем, поменьше смотрите российское телевидение. И разных кремлеботов. Потому что не важно, что говорят люди. Важно, что люди делают. Российские чиновники выезли своих детей на Запад. Страны НАТО. Что Соловьев говорит про страны НАТО? А где живут его дети? В странах НАТО. Где у него были дома? В стране НАТО. Не в Урюпинске. Где Скобеева любила отдыхать? В странах НАТО. Поэтому не важно, что говорят российские чиновники или российские телеведущие. Где их дети? В странах НАТО. Где их деньги? В странах НАТО. Стаски про высокие американские налоги и ужасную медицину. Это говорят россиянам, для того, чтобы они сидели в своей агаповке и ничего не говорили против. И радовались. Пока сами чиновники, российские телеведущие и пропагандисты вывозят своих детей, деньги, семьи в НАТО. В Америку в том числе. Почему-то Соловьев про это не говорит, да? Что его дети в НАТО живут. Что у него дома были в НАТО. Что на машинах ездят, которые производят НАТО. Интересно, да? С вами был Васек из Нью-Йорка и рубрика Приколы вместе с Васей.